Деловое сотрудничество, подкрепленное дружескими взаимоотношениями. Президент Республики Татарстан Рустам Мениханов прибыл с рабочим визитом в город Магнитогорск. В аэропорту Рустама Мениханова встретили губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Магнитогорска Сергей Берников, председатель Совета директоров ПО Магнитогорский металлургический комбинат Виктор Рашников и другие официальные лица. Первым пунктом пребывания Рустама Мениханова на южноуральской земле стал Магнитогорский металлургический комбинат. Игорь Гурьянов продолжит. У этого визита есть своя историческая и экономическая логика. Первая остановка на промплощадке – обновленная первая доменная печь. И пока в гарнитуре президента Татарстана звучит подробная информация о том, как проходила реконструкция и какие экологические проекты удалось реализовать в ее ходе, небольшая справка. При всей национальной многополярности магнитостроя роль именно татар при возведении гиганто-социалистической индустрии сложно переоценить. Мы сейчас не о выдающихся личностях. Взять простую численность. Осенью 1929 года на магнитострое было 3-4 тысячи татар. За год до пуска как раз первой домной, где сейчас находится делегация, численность татар в Магнитогорске составила уже 14 тысяч человек. К февралю 1935 года только татарских классов для школьников в Магнитке было 65. Да и сегодня, говоря об интернациональном укладе жизни в Магнитогорске, нельзя не вспомнить, что татары – это самая многочисленная 4% национальная диаспора в нашем городе. Впрочем, поговорить об этом членам делегации будет где? В рамках визита запланировано посещение Магнитогорского дома дружбы народов. Тем временем делегация уже сменила локацию. Стан 5000 предстал как зримое воплощение новейшей истории сотрудничества регионов. Татарстан – край нефтяной промышленности и в потребителях толстого листа, трубные и машиностроительные предприятия республики. Жесткий график визита позволяет лишь бегло ознакомиться с производством. Не успели у госей улечься впечатление от стана 5000, как кортеж доставляет их к 11-му листопрогатному цеху. И у наших татарских партнеров есть возможность воочию посмотреть, как производится металл для их отрасли образующего предприятия – КамАЗа. Кроме крупных и в контексте ММК приоритетных потребителей, в Татарстане существует сервисный металлоцентр ММК «Джошкунос-Алабуга». Общий товароборот между субъектами федерации в 2017 году составил более 35 миллиардов рублей, 12 из которых приходится на долю Магнитогорского металлургического комбината. Игорь Гурьянов, Георгий Бадаев, Влад Набей, телекомпания ТВН.